У меня же был инкубатор. Я два дня не пришел, а у меня эти яйца были до хамена. Жень, дай кусочек рыбки. Так это из-за того, что два дня-то не было? А их надо постоянно через каких-то там шесть часов, пять часов, надо ворочать. А я не был два дня. А яйца ворочатся в инкубаторе. Горится их ворочаться в одну сторону, в другую. А, ты что, не знаешь, когда на фетке сидит? Что нас с ними делает? Так я-то знаю, вот ты, как не знаешь, что ты допустил, чтобы они померли. Ну я посмотрю, какой ты... Нет, вот ты делаешь инкубатор или что? Я вот 100 кулей заведу. Вот на этом инкубатор? Да. Все, ладно, давай. Вот тогда я посмотрю. Я у тебя 50 штук куплю. Кого ты купил? Цыплят. Ну, а ты где их будешь держать? У тебя ты же сейчас с инкубатором будешь емать. Ну. Я у тебя куплю 50 штук. А держать у меня есть где. Я есть где? Да. Да. Шопоти наливать? Я, в крайнем случае, их отвезу в артиховку. У меня их там, блядь, вырастят. Пойдет? Ну что, в артиховке они там живут. Нет. Ну я буду жратво им туда возить. Ну все. Держите наш особенный гвоздь. У меня, если дом был в Малюкино, я держал, блядь, там один раз этих бролеров, сколько у меня их было? 45 штук. Они весь дом обтоптали. И все это вот. Там баба Галя вместе с дедом горбатым жили у меня. И они и то не уследили за теми бролерами, которые два штуки в бочке утонули. Как отможно за ними уследить? А ты за ними не уследишь никогда. И я приезжаю с работы, где-то часов шесть приезжаю. Варка приезжает. А баба Галя этот дед горбатый тот. Ой, мы не увидели. Они вот на бочке, на бочке стояли, потом вниз упонулись. А бочки полные смотрели были. Говорю, а что вы, говорю, переживаете? Ну, хрен с ними, там два штуки утонули. Они вот такие вот маленькие, небольшие были. Но зато петухи. Было 19 петухов и 6 куриц. О, пиздец с куром. Да. А эти петухи у меня 5-6 килограммов, блядь, выросли. Я петуха зарезал на работу, отнес мужикам. Ну как, Сан Саныч, помнишь Сан Саныча? Ну. А он мне дал петуха, такого вот, зеленого, ну, хорошего петуха дал. А я ему отдал свое бродерского. Килограмм 5, блядь, мяса. И мы его на работе съели, того-то, что я ему дал. А тут он мне дал его домой. Так он, блядь, пол деревни хуй петухов к нашим курицам пускал. Тот-то вот, большой, зеленый. А потом, когда я вот... Да, потом мне одна баба сказала, ну, и я прочитал еще это вот в книге, что зарез старого петуха и эти перья, это вот в кипяток и сзади тофилии. Еще у меня еще операции не было с геморрозом. Ты же помнишь, когда я вот мучил Хаим? Ну... И вот я сидел тогда вот... Там мне что, помогает? Понагал...